А вот и продолжение,собственно. Для тех, кто смотрит стримы, прошло больше недели по итогу. Но тем, кто смотрит на ютубе, повезло, потому что продолжение продолжается немедленно. Три роги. А чего лула? Ну так, сегодня суббота. Клава демона. Мне сегодня нужно пройти пятый сейв. Ух ты там. Лечит ужасно. Чё-то, пока не похоже, что я могу его пройти. Жесть, вообще не похоже. Я играл в тысячи раз хуже, чем в прошлый раз. Чё-то. 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 У меня есть ощущение интудлага. Ну, не знаю, но по идее не должно быть. Поэтому, наверное, мне кажется. Чё-то не может быть. Чё-то. 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 Чё-то из-за света. Но, вроде бы не так и не на столько целого, в принципе. Блин,жесть.Вообще не идет. Блин,нужно научиться срочно Нидел играть.Немедленно.Инаки...Инаки это стрим без прогресса будет. Так, ну это уже лучше. Так, ну че, посыпаемся или нет? Так ты по-русски говори,прощенько по-английски,поздорово. Тридеем. Ну,сейт не просто сложный,сейт сложнейший. Тридеем. Стоп 3 сложнейших сейвов игры. Тридеем. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok то есть как бы вот эти все прыжки которые там падение первое второе они сложные в основном только потому что они далеко стоят и чтобы до них дойти нужно проходить через первые прыжки сложные то есть если бы это падение это был бы первый прыжок то никто бы не говорил особо что оно сложное не важно хоть первое хоть второе но я так не доказываю но по крайней мере оно было бы не сложнее но был бы также чуть-чуть фарм но в целом тем было бы больше неуверенно себя чувствую на том прыжке где нужно гейт перепрыгнуть с воздухом а Если честно, конечно, вот это вот условие, что Мистер Мат Прогресса, которая почему-то возникла само, оно хотим что-то прям давит, я вот сейчас вот прям играю, я понимаю, что я сейчас не могу внезапно просто выгрузить стрим, потому что у меня там, не знаю, неохота большая, или еще что-то, мне нужно как минимум поднапрячься и пройти этот сейф, а этот сейф очень сложный, Сейчас пока что тут заперт в этом стриме, так сказать, ну, конечно, это не жесткое условие, в принципе, как бы, ну, будь стримить прогресса и, как бы, и что, да, ну, типа, это же даже никакая не сделка, ничего вообще, я просто прохожу второй раз игру, и, в принципе, мне, по идее, как бы, пофигу даже если стрим будет без прогресса, но, как бы, вот, такой моральный аспект есть, Типа, было бы прикольно пройти третью камиле так, чтобы ни одного, ни одной сессии, да, ни одного стрима не было бы без прогресса И особенно с учетом, что это условие все еще выполняется вплоть до руки, то уже, как бы, особенно галко не выполнить его, ну, хотя бы не тянуть до финального босса Финальный босс уже, конечно, вот, ну, как бы, я не расстроюсь, если я финального босса не пройду за стрим, да, понятно, все-таки это финальный босс Ну, если это условие продержится хотя бы до финального босса, то это будет, конечно, мега круто И, по сути, все в том месте, то есть, единственные два места, странно, да, просто два места, где это условие может надломиться Наиболее вероятно, да, это вот, вот это место, то есть, сегодня И последний сейф им строительный А, все остальные места не должны Привет, миг Я, к слову, полтора месяца уже прохожу, да, игру Ну, второе прохождение Ну, первое у меня заняло, где-то, по-моему, почти два года, кажется Так что эта программа очень быстрая Ну, естественно, все перерывы, это все считается, по-моему Так оно и происходит, прохождение В первом прохождении тоже были перерывы, и не один, и долгие То есть, нельзя сказать, что, ой, ну, ты имел бы каждый день, то уже, там, прошел бы, не знаю, за две недели, там, условно, да Ну, вот не прошел бы, потому что перерывы существуют Это как данность У всех есть дела и все штуки Да, 302 часа Это было не вслепую Но тогда еще не было никакой практики То есть, я ничего не тренил Вернее, я ничего не тренил во время прохождения Давай так скажем У меня был некоторый опыт в некоторых местах, там, в некоторых боссах Но он был и куда в ней Частичный, и, ну, короче, с нюансами Но, как бы, с момента, как я начал прохождение Именно, вот, все, врубил первый уровень, да, и пошел В тот момент, я ничего не тренил, даже не долл Ага, и да, 302 часа до него Но видео я, конечно же, не просто смотрел, я и степланы смотрел Ну, короче, игру я знал визуально Чув Конечно Конечно, было много Сейчас бы без опыта пытаться пройти 3к мили Ну, некоторые так делают, но я не понимаю, зачем Нет, у меня было бы достаточно опыта Типа на тот момент, когда я начал проходить 3к милию, я уже заспидранил 2к милию за 9 часов Да, это не мега спидран Но, это все еще, ну, как говорится, это все равно спидран Ну, только Прохождение довольно сложной игры за кресер, да Ну, то есть, как бы, очевидно, что, как бы, это уже нужно достаточно опыта, чтобы даже за 9 часов приобрести Новичок так не сможет Новичок так не сможет Первое прохождение 2к милию у меня заняло 162 или 167 часов по таймеру игре Ну, это не, это не игры, которые у тебя там тысячи Это заглушки Это домашняя работа просто школьников Китон И в следующем году Наступо Миск Эти 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 Как? Думаю 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 Но Не Думаю Уж Слушаю Почему Я не могу Я не могу Я запустил стрим, потому что, ну, не, не, как бы не горю прям желанием, на самом деле, проходить. Но просто я подумал, что, ну, блин, это вкладывать на месяц, ну, как-то, блин, уже такое. Надо-то добивать какие-то поинты. Ну, так что-то. Ну, опять же, не то, чтобы через силу, но... Ну, не знаю. Как-то вот прям не сильно рвусь прям, вот, знаете. Привет, драсте. С другой стороны сейчас. Хотя я бы не сказал, что нечем себяться, на самом деле. Короче. Поиграю в сейв часа два. Если не пойдет, то, может быть, кофер дроплю. Ну, слайне. Будет стремиться прогресс. Я не буду прям слишком сильно зацикливаться на том, чтобы... Так, ой, надо обязательно прогресс застримить. Конечно, как бы жалко чуть-чуть будет. Ну, скорее чуть-чуть все-таки. Не-не-не буду прям взять зацикливаться. Кто пешет? Ну, конечно, чувствую, что руки-то, вся зона, это жесть. Очень сложный нитл. То есть, посмотрите, да, я вот бетти, ну, молчу про первые четыре уровня, да, там понятно, но я зашел в бетти на одном стриме, на втором стриме я оттуда вышел, причем почти сразу, потому что был последний сейв. Руки-то я на одном стриме зашел, причем начал, ну, начал стрим, да, с первого сейва, то есть с первыми силами. На втором стриме второй экран был, на третьем стриме вот третий экран, и что-то вот пока как бы не похоже, что на этом стриме даже я еще выйду с этого экрана. Субтитры сделал DimaTorzok. Очень неловкое приземление, конечно, там. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Если честно, я даже в итоге пока не уверен, а точно ли М-стреч сложнее. По крайней мере, если не брать восьмой сейв, вот первые семь сейвов там стейджа, точно ли они сложнее, чем Рукита. Там есть, конечно, шестой сейв, который Супер Эф. Есть еще там длинный сейв, я забыл какой он по счету, четвертый, кажется. Где нужно туда-сюда ходить. Они как бы сложные, да. Но Рукита вон, это жесть. Рукита вон, это жесть. Странно, я вроде бы нажал вторую бежать, но игра посчитала, что нет. Ой, нифига с этим. Я слишком глубоко зашел. На самом деле, тупая смерть сейчас была. Немножко слишком торопился. Хотя, ну, вот, а сейчас я не торопился. Может быть, спешку тут не играют роды. В принципе, этот прыжок довольно неприятный. Даже Редар на последнем забеге про него говорил. Он там нашел какую-то читерную страту на него. И был там очень рад. То есть, этот прыжок действительно вызывает проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... 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 Вот этот вот запрыг, да, тоже на самом деле вот этот запрыг, то есть он вот блин, это сложный, просто он как бы стоит в начале, поэтому обычно на него как бы не жалуются особо Ну наверно там есть, ну не знаю, там, типа там точку для полного прыжка можно подобрать, я может быть не стараюсь страту подобрать, поэтому может быть для меня он сложнее Если продумать страту, может быть он легче, наверное, если бы он был где-то в конце, я бы лучше бы страту подобрал, ну если более точно Но все равно это дело, это бы сложно, потому что у него надо страту там подбирать, такую тут пиксельную, ну и как бы точку, да А в падении, ну вот это вот там движение, как бы сложно, ну вот в падении новая страта, да, жаждаеровская, это то, что ты прижимаешь экстенции Вот видите, я прижимаю, да Это очень полезная шерта, прям очень, потому что благодаря ней у тебя движения влево-вправо всегда одинаковые, да, то есть требуется абсолютно И поэтому ты, как бы, можешь, ну тренировать хорошо его И вот это только движение влево-вправо само, как бы, да, и памятное выполнение, это таки сложная часть Ну, я не уверен, кстати, почему именно у меня оно довольно хорошо получается Так что это за мышечный памятник, а в какой игре я ее получил Но... Сказ на меня это не особо сложно Как можно заметить Но, разумеется, в каком-нибудь оменьху это Будет, я думаю, очень сложно, но, опять-таки, я новичок что-то забыл Ну, я думал, что я, кстати, сделал нормально Эм... Так? Звук риска Продолжение следует... 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 Ну Ну блин это обидно, просто так хорошо какой-то заказал. Продолжение следует... 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 И получается, что ты до камерии дошел меньше, чем за 100 часов, да? Ну да, конечно, это жесть, первое похождения К3. Причем ты не шпольник, в том плане, что шпольников обучаемость очень высокая, поэтому они иногда показывают такие результаты. 50 часов. Стопка проходила. Подожди, я об этом не знал. Но это, конечно, намного и объясняет. Даже если много лет назад все равно. Но вот давно говорил, как бы у меня уже это вывесело. Ну ладно, тогда понятно. Я думал, что с первого раза видишь и с первого раза 50 часов до камерии. Но нет, раньше такая была тема, что не верилось. Потому что, ну, скажем так, мало было опытов, мало было статистики. Сейчас уже, ну, нормальные люди верят, я думаю. Ну, просто, особенно с этой игрой раньше, вообще была трудная тема. Я думаю, что, как бы, сейчас уже прошедшая тема, как-то, как-то. Но это было такое. Ну, это, кстати, я придумал. Я думаю. Ага, да. Ну, куда-то не знаю. Это была, то есть это была настолько токсичная тема, что, когда я прошел полковников до старших на первом прохождении, чтобы доказать, что это не запись, там, и так далее, я спросил у чата написать число, там, от одного до двадцати, по-моему, вот. И потом, когда я это написал, я столько раз пострелял, помните, что это с порталом, ну, где босс пройден. То есть, настолько все плохо было. И это, как бы, было не в качестве шутки. Это, то есть, было на полном периоде. Так. Это, что нужно будет работать. Так, чтобы 여동 период с твоей стороны будет отменяться, чтобы не сократить. Так. 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 Ну не знаю, слишком высоко был, хотя все равно можно было вставить, но не попал. Ну это уж ты сам смотрел. Да, он, смотри, когда ты можешь сделать вообще в принципе алмаз стабильно, как уже мышечная память отработана, да, то это не сложно, то есть действие, чуть ли не легче, чем обычный, потому что первый прыжок высокий, и у тебя много времени сквозирует. Так, блин, же была мышечная память на вот эту вот остановку в центре и выстрел изъянки. Если она есть, то это ерунда. Сейчас прыжок крадет баке, вороты пустя. Он такой неприметный на фоне сейба, как визуальный, но на самом деле это жесть. Включаю приземление, я имею в виду, в целом весь прыжок. Ненавижу, когда так происходит. Ну что, ну вроде хорошо сделал. Ну вроде же хорошо сделал. Я не знаю, что ему еще надо. Ну как бы вот не то, чтобы не существует. Все-таки, посмотри, видишь, у меня как бы смертей-то много, а это много времени хватит. Он относительно есть стабильность, но далеко не стопроцентная и даже не пятидесятипроцентная. Но как бы какая-то стабильность есть, конечно, это хорошо, но не то, чтобы прям не замечают. Ну вот сейчас хорошо идет, но вот типа полчаса назад был хуже. Оно как-то выполнено. Ну этот ромбик, конечно, такой, о боже сколь. Просто ромбик. Моей мечты. Моей мечты. Ну видишь, второе падение не идет вообще. ну потому что ромбик этот тупо фрейм перфект и ты обязан 5 кадровой производстве иначе никак так что разумеется он точнее алмаз даже близко не фрейм перфект терять нос но один тут не обязательно тут же потолок второй может какой угодно делать ну я один точно не делаю ну вот я не выпрыгнул за алмаза раз ты доволен именно такая спирт впервые на сегодня у меня вот этот прыжок я же напрягаю вил Jengoken стабильность падающая где несуществующая первая сутка ну я слышу я слышу его не создаю ты б не не под не Чувак отключается, очень незначительно Собственно вторым прыжком Продолжение следует... 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 ну так и не так хотя бы ну блин расстраиваются а Продолжение следует... 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 Ну вот что, мне вот это тренить? Ну лол, этот просто обычный алмаз, который надо запрыгнуть До этого у меня был суперстабильный, а теперь внезапно все невозможные тяжелые И что, мне его тренить что-ли? Ну это бред, но этот тен не поможет Мне просто нужно стабильность нормального, не для тела Ну да, у меня все, у меня понимание каждого прыжка есть Даже падение Поэтому мне тренд не нужен и не поможет Мне просто нужно стабильность Вообще внезапно, ее нет сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну... Субтитры сделал DimaTorzok Попробую в полноэкранном режиме 4 Группу мне это как-то поможет. Ну да. Раньше я всегда растягивал опты. Ну типа. Когда фангеймы проходило. Много лет. А когда купил этот монитор новый. И после перерывов. Почему-то. Почему-то я стал играть. Вот так как оно есть. Аааа. Двадцать четыре. Подписывайтесь. Получили вручные. Ааа. Ааа. Пормина. Ааа. Ст verdad. Аааа. Ох. Аааа. Ну так надо сидеть не вплотную просто к ним Чем больше монитор тем дальше ты сидишь Ну 32 это уже тебе надо метра полтора от монитора хотя бы быть Даже 27 это много если просто быть за столом как обычно Ну вот 24 у меня и честно говоря немножко большеватый Я бы сказал даже 24 Ну там зерно размером с кулак да Я бы сказал Я бы сказал Да почему теперь я не могу вот этот пройти Дюд по алмазу Дюд по алмазу Я бы сказал У нас есть Итог 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 Я не знаю, я просто сломался. Я не знаю, я просто сломался. Первый круг, конечно, довольно стабильный. Ну как, почему? Если бы я на алмаге, конечно, не умирал, то было бы на второе падение. Сколько я спил на алмаге? Попыток пять? Или даже больше? А еще, ну вот, тросы вообще ни на чем. Если бы это все было вторым падением, наверняка бы хотя бы одна попытка после падения подкачала. А там уже, в принципе, шанс, что такая попытка будет победной, но довольно существенный. Хоть я уже несколько не реализовал таких, но все равно. Так, почему сейчас, что если произошло? Я просто не нажал прыжок? Так, просто нажал. Смотрите. Продолжение следует... 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 О, что-то новенькое. А, ну вон у меня написано, что у меня 6.55 был сплит всего руки. С учетом, что я уже потерял время на портном экране. А, ну все, плюс пошло. Так что классный таймер опять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мне нужно отсюда до конца игры за 15 часов дойти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вроде нереально вряд ли наверное не уложусь но так очень критик шанс не уложиться очень высокий то есть я еще часа три буду покоить руки то да у меня останется 12 сайбера ну допустим оптимистично да за час пройду допустим останется 11 градус кд но я все-таки час отведу да останется 10 получается 10 на им стейдж и камелию но это маловато им стоишь за сколько я пройду часов за 7 и меня 3 часа на камели вставить четыре что да, везде может произойти чудо, там нифрена себе ферстрайн у Сайбера, ферстрайн у чистой сейф у кита, что я иду за 20 минут восьмой сейф им стейдж, ну как бы всякое может быть, но оценочно я вряд ли успеваю, притык в лучшем случае, за 2-3 часа камилию, но это ты конечно оптимист. Не, я камилию часов на 10 расчитываю. Так что, ну, не, 50 явно не будет. Нужно очень сильно пройти, но сначала надо 5-й сейф хотя бы пройти, а он не проходится. Торретье, сходи. Редактор субтитров. Торретье, confidence, включайте. Теперь я у нас поставил нашу нину, окажите. Не будет. Ну, кстати, да, я же, trials. Ну и все, еще у нас все на минерском боссе тоже. Ну, на самом сайте... У меня были на кармале, до скорой боссе. Я слишком быстро прошел, типа я один раз дошел до финала, третий фазы, умер на нем, я очень из-за этого испугался, что он слишком сложный, я спросил у Родайра остроту, он мне объяснил прям подробно, что нужно делать. И в следующий раз, когда я дошел до финала, я исполнил все в точности от А до Я, как он сказал, и огнектрально прошел. У меня было всего два финала. Разумеется, это означает, что платить я за это буду во втором попадании. Ну, 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 ну. Ну не, ни хрена, она вся страшная так-то, ну ладно эти, только скрипти эти не очень, ну так это не паттерн но все равно она там же волнует все, не, я короче сейчас троплю, то есть я уже остановлюсь скажу не покоится, уже все стабильности нету ну че поделать? пятый сейв Рукита крым без прогрессии на нем как будто бы само собой разумеющееся хотя в первом прохождении такого не было в смысле именно на этом сейве значит у меня на первом прохождении не было трима, где я чисто попадил до этот сейв и не прошел поменялись местами, собственно, с первым прохождением мое первое прохождение взяло этот сейв со второго прохождения а сейчас я для первого прохождения прохожу долго да, и оконцовку мало того, что сразу прошел я еще прошел ее по максимально опасной строте какую только можно вообще придумать в принципе вот прям вот так просто самую иррациональную самую сложную и я просто это не думая сделал каким же образом именно вот самый последний прыжок который уже вот туда вот сейвил, наверное я типа, я прыгал с этого блока да вот как-то вот так сделал где-то подпрыжок и в падении вниз вот так я налево а, стоп-мышка не там, да я понял, это из-за захвата короче, на этом блоке стоял прыгал так и вот так при падении вниз вот налево завернул то есть падал и налево без подпрыжка я не знаю, почему я так сделал, но у меня получилось у меня получилось 2 4 4 5 5 6 5 4 9 10 8 Я, кстати, даже не знаю, каким образом я сейчас буду проходить. Явно не таким, но у меня пока, если честно, нету плана, как именно я буду прыгать. Я не помню точно, как рыдарь прыгает, он, по-моему, снизу прям прыгает, кажется. Прямо с диагонали сразу. Может быть, так и стоит сделать, но не уверен. Ну, блин, я был в одном шаге от этого прыжка, о котором теперь речь. В одном приземлении. Блин, ну все, не идет, жесть. У меня первый круг не проходит. Нет, я не могу падения пойти, первое. Ну что, нет, все, я реально не могу пойти. Жесть. Я не могу шипик-то погнуть. Как, может быть, настолько плохо? Ну, сюда вот это интересовало, да? А в чем именно это проявляется? То есть, почему это так работает? То есть, почему я сейчас не могу так же стабильно проходить? Ведь я же не забыл. В прямом смысле, да, как это делается? То есть, что у меня руки там, не знаю, трясутся? Что у меня мышцы пустали, не могут нажимать? Или как? Ну, вроде же, я могу нажимать на кнопки. Как это, интересно, по научному объясняется? Ну, то есть, почему я не могу сейчас так же стабильно проходить? Хотя, я постараюсь, да, так же, сконцентрировано. Я не делаю фигню в плане страты. То есть, я исполняю именно так, как задуманно. Ну, что-то поехало. Из-за этого не вступительности. Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. А что, я слишком высоко прыгнул, да? Блин, там какой-то стремный прыжок, на самом деле, походу. Блин, я, наверное, слишком высоко прыгнул. Я что-то разогнался, наверное. Я что-то, как-то, видимо, не рассчитал, что там нужно... А какой там прыжок нужно? Кадров типа 7-8? Ничего, фиг знает. Я почему-то, как-то даже не ожидал, что я именно на этом умру. Ну, что, еще, что-то, немножко попыток-то, раз такое случилось. Вдруг сейчас прорвется. Или это было все, или это была последняя попытка, попытка последних сил. Ну, что-то было. Вот это вот мне очень не нравится. Ну, вот, как бы я и хотел. Вообще, в целом, второе прохождение, это, ради чего ты, ну, как бы, задевался, да? Хотел посмотреть, насколько сейчас у меня эта сложная игра. Есть ли тут сложные сейвы для моего текущего склада? А где? Есть. Вот бейтишистый сейв очень сложный. Вот этот сейв очень сложный. Все это до сих пор откровенно сложные сейвы. Для меня. То есть, ну, откроем на топ уровне того, что я могу проходить, в принципе, вне 2. Все это до сих пор. Все это до сих пор. Блин, как будто бы немножко стабильность опять возвращается Ну я не знаю, какой-то бред вообще не объясню Или мне кажется, может просто побежал Ну что тут от смерти сейчас идут? Не, наверное все таки сдулся Ускари уже какие-то остатки просто эти попытки Ну что там? Ну что там? Ну что там? Вот гонка Угу Попор Corey Требил Ну я прям хочу вот выключить стрим,когда уже всё вот,чтобы я мог сказать,что я сделал всё что мог В принципе я уже близок к этому, но пока у меня хоть какая то есть ещё какие то силы, я ещё сейчас пофармлю Тем более такая попытка там бить его одна Мммм..ну куда шел достаточно Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...